В этот день, 101 год назад, у мастера украинской сатиры Павла Губенко появился литературный псевдоним Остап Вишня. Имя указали под филитоном «Чудака ей-богу», опубликованным в газете «Сельская правда». До этого литератор подписывал свои труды П. Грунский. Почему выбор пал на имя Остап Вишня неизвестно, но согласно одной из версий, писатель очень любил эти ягоды. На его счету тысячи юморесок и фильетонов на любые жизненные темы. Литератор, как никто другой, умел остроумно освещать события, язвительно реагировать на политические новости и писать антирелигиозные анекдоты в журналах. Он был королем украинского тиража, так о нем отзывались современники. Но главная заслуга Остапа Вишни в том, что он создал авторский литературный жанр «Усмешка». Самые знаменитые труды писателя – мыслывские «Усмешки», моя автобиография, «Сом» в Ишневе «Усмешки». 22 июля 1944 года основали Международный валютный фонд. Решение было принято 44 государствами на конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Заседание проходило в американском Бреттон-Бутсе. Однако свое существование МВФ начал в декабре 1945 года, после того, как документ подписали первые 29 государств. Основная задача фонда – помогать странам-членам МВФ в моменты серьезных валютных затруднений и финансового кризиса. Его штаб-квартира находится в Вашингтоне. Сейчас среди членов фонда 190 стран, в том числе и Украина. Сотрудничество нашей страны и МВФ началось в 1992 году. 22 июля – восьмая годовщина освобождения двух городов Луганской области – Северодонецкой и Попасной, захваченных в 2014-м пророссийскими вооруженными формированиями. Успешный штурм Попасной провели бойцы батальона «Донбасс», а из Северодонецка оккупантов выбила Криворожская бригада Национальной гвардии Украины под руководством Александра Радиевского. В этот день Северодонецкой и Попасной прошли праздничные мероприятия, а над городскими советами вновь подрузился долгожданный синий-желтый флаг. В 2022-м войскам Российской Федерации в ходе полномасштабного вторжения в Украину удалось вновь захватить Северодонецкой Попасную. Россияне обстреливали города из тяжелого оружия и сбрасывали на них авиабомбы, практически сравнивая с землей. По словам президента Владимира Зеленского, украинская армия отошла из Луганской области, чтобы сохранить жизни военных, но вскоре освободит все временно оккупированные территории. А каким будет 22 июля 2022 года, зависит от каждого из нас.